Девушки отдыхают 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 в пост поел батюшка. Ай-й-й-й-й-й-й-й. Что ж творишь, ты грешник. Ай-яй-яй. Священный пост, мясо. Батюшка, чем ускупить, чем ускупить вину? Три раза на ночь отчинашь, прочитаешь, и четыре раза по 50 гривен вот тут коробочку с надписью на храм положишь. Понял? Все, иди, свободен. Батюшка, а этим мясом я водку закусывал, а? Ой-ой-ой-ой-ой! Это я... Что ж творишь, что ты окоянный? Шесть раз, отче наш, прочитаешь. Ага. И теперь триста гривен в коробочку положишь. Понял, батюшка. Всё, не буду задерживать тебя. Батюшка, батюшка, батюшка. А после водки этой окоянной меня на бабы потянуло. Ну, этими словами тут никого не удивил. Что, Башка? Я говорю, удивил ты меня. И уж то недостаточно тебе прегрешений. Батюшка, чем искупить? Чем искупить можно? Пойдешь в дальнюю комнату, подойдешь к ключнице, купишь у нее свечи и оставишь 300 долларов. И отпустятся грехи твои. Все, иди с миром. Башка, а за 300 долларов точно отпустятся? Ну, если не отпустятся, мы вернем тебе все свечи. Батюшка, батюшка, это же не все, батюшка. Женщина эта, блудница. Она же меня в свой дом привела, батюшка, в свой дом, представляете? А там дом, видим, какого-то олигарха. Все в золоте, в мраморе, батюшка. Представляете, у них там посреди дома фонтан с вином, батюшка. Погоди, погоди, погоди. Ну что, я буду, ладно, всякие мелочи. Вот мы в этом вине второй раз, и айх, с этой женщиной. Ладно, что я, пойду, батюшка. Погоди, не бывает мелочей для служителей. Каждому обязаны помочь. Что за фонтан? Не когор ли там лился? Батюшка, я в этом вине плохо разбираюсь. Ну, сладкое вино, знаете, сладкое такое. А насчет дома этого, вместо окон там стояли ли витражи из муранского стекла? Не понимаю, батюшка, ну, какие-то картинки были. Ну, дева Нагая была там изображена? Не, не было. Фух. Баба с сиськами была. Дева так не было, батюшка. Ну-ка, поподробнее про этот дом. Была ли там красная крыша? Сделай так, чтобы это был дом прокурора. Нет, батюшка, такая золученая крыша, как у вас, купола. Вот. Что, батюшка? Что? Плачьте. Плачьте, батюшка, да? Плачу. Плачу. Вы что, курите, батюшка? Это ладан. Ага, ага. Что дальше? Да вот, батюшка, ну что дальше? Уже уходя, я, ну, спьянул или что, зацепил локтем какую-то вазу, она упала, разбилась в дребезги. Епископа подарок. А? Третий век. Что, батюшка? Век тебе гореть в воду за твои прегрешения. Да понимаю, батка. Потом-то что было? Да что потом? Я хотел вот эти осколочки спрятать, знаете, сгробнул, открываю комнату, ну, чтобы туда там, вместо комнаты сейф с деньгами, батюшка. Сейф, огромный денег там. Это что, судный день, что ли? Батюшка, ну я эти деньги взял себе и в полицию отнес. Ну, с этими я порешаю. Что, батюшка? Поощряю я это действие твое. Что дальше было? Там странные документы были, какие-то штампы, печати. Что с документами? В прокуратуру отнес, бабушка, сразу в прокуратуру. В старую или в новую? Прошу тебя, сделай, что хоть сейчас чудо произошло. Сюда! Сюда, батюшка, не ходим! Икона наша мироточить начала. Да не об этом чуде я просил! Уйди, еродивая! Завтра весь патриархат мироточить начнет. Ну, батюшка, ничего не оставил. Оставил, батюшка. Вот рыбок я не тронул. Рыбки божьи твари. Фу, спасибо. Я их отпустил. Взял, а когда аквариум так переворачивал, около речки, какие-то стекляшки посыпались, батюшка. Бриллианты! Стекляшки. Я думал, надо сгробнул, сгробнул, так и этой женщине отдал, с которой, ну, у нас вот это вот и было. Вот. Она их взяла и говорит, к маме поеду, к маме. В Чернигов? На Мальдивы, батюшка, сказал она. Вот. Судьба у нее, видать, такая. Видать, да, батюшка, видать, да. Ну, после этого ты хоть ушел из дома этого. Ну, почти ушел, батюшка. Ухожу, смотрю, в гараже какая-то машина. Я, знаете, из зависти, или что, так сжег ее, батюшка. Сжег, ну, прямо сжег. Какую машину? БМВ, кажется, батюшка. Какую БМВ? Обе, батюшка! Обе. А мой перекинулся с одной на вторую. Батюшка, обе. Батюшка, ну, чё, ну, чё? Вы что, водку пьете, батюшка? Это кошерная. Мне ее раввин подарил. Ага. Что дальше-то было, ты... Ну, что, что, что? Ну, после этого ушел я. Ушел, батюшка. Ушел? Да, но напоследок только дом сжег. Ну, чтобы следов не оставлять. И ушел. Ай, все забрал! И к вам кайф. Что ж, что ж теперь делать-то мне? Ну, что делать, батюшка? Ну, что делать? Ну, для начала, отчинаш выучить. А? Ну, молиться начать. По-настоящему. Ну, на проповедях людям внятно говорить, а не 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28, 28. Ну и поверить, в конце концов? Во что поверить? В меня. Отче! Уверовал! Уверовал, отче! Всем сердцем уверовал! Один вопрос только у меня. А страховка дом покроет? Понял? Понял, пока в церкви поживу. Че собрали? Сегодня шо, 8 марта? У меня денег нет. Сегодня 1 сентября. Вы в своем уме? А-а-а. Простите, коллеги. А кто-то еще получал эту странную смс-ку от Виктории Сергеевны? Да. Да, все. Да, вот я получила срочно, все в учительскую. Это пи, три точки. Да-да. Может, это пиц-совет? У Виктории Сергеевны, в отличие от вас, есть высшее образование. Она точно знает, что правильно описать пед-совет. Так, и что это у вас тут за пи такое? Что, опять что-то с вай-фаем? Нет, если что-то с вай-фаем, слова пишут целиком. Она хотела написать 1 сентября. Мы сюда отмечаем. Так а где это пи ходит? Это пи здесь. А что у вас сегодня с прической? Сочинение прочитала. Данечка Бланарь, 8-й А-класс. А, это очень странный субъект. Постоянно у меня спрашивает про размножение детей, людей, гостей. Какой-то он странный, озабоченный. По-моему, очень, очень талантливый мальчик. Он ко мне ходит на дополнительные занятия по информатике. А что он там летом сделал? Пентагон взломал? Хуже. У меня в руках его сочинение «Как я провел лето». Присаживайтесь и слушайте внимательно. Мое лето было обычным и скучным. Почему мы должны все это слушать, я не понимаю. Давайте в следующий раз. Мое лето было обычным и скучным, пока я не поинтересовался, как проводят отпуск наши учителя. Для этого я начал заходить на их странички в социальных сетях. Есть у кого-нибудь водичка? Ну, лучше водочки. А валерьяна, конечно. Господи, Господи. Первым делом я зашел на страничку нашей любимой учительницы литературы Яны Викторовны. Видите, а говорите, они вас не любят. Такой Яну Викторовну я никогда не видел. Хотя часто себе представлял. Тесно говоря, я сразу закрыл ее страничку, потому что в комнату зашел папа. Но папа успел увидеть фотки Яны Викторовны и сказал, что теперь будет ходить на собрание в школу вместо мамы. Я случайно это выставила, а я потом сразу все удалила. Я в курсе. Когда я зашел на ее страничку второй раз, самых интересных фотографий уже не было. Поздравляю. Но в кэше они сохранились. И я успела их скачать. Летом я часто пересматривал их. Каждый день. И теперь мне сложно будет писать сочинение, непорочный образ Татьяны, который нам задала сама Яна Викторовна. Что же делать? Ну что, ну можно как эта твоя, как Каренина, с моста. Каренина это под поезд. А, с моста это же это. Му-му. Я помню, помню. Не волнуйтесь, коллега, я на географии ему отомщу. Вряд ли, Марина Францевна. Я думал, что самое страшное я уже видел. И чтобы отвлечься, зашел на страничку нашей учительницы географии, Марины Францевны. Я покурить. Сидеть! По мужчинам, окружавшим Марину Францевну, действительно можно изучать географию. Но только одного региона. Кавказа. Ой, Кавказ с большой буквы написал. Ну, это же первый раз, какая умничка. Большинство фотографий у Марины Францевны приличнее, чем у Яны Викторовны. Что ж такое? Стыдно, Яна Викторовна. Стыдно. Но вот комментарии под ними я не очень понял. Ашот и Арарат очень хвалили булочки Марины Францевны, а также ее сладкие персики и дыньки. Вот еще не очень понятно, почему Арсен хочет снова надуть нашу учительницу, а гурген пожарить. Я их просила писать в личку. Взломав ее личные сообщения. Вопросов стало еще больше. За что? За дополнительные занятия. Кто их этому учит? Ты или я на географии? Давид обещает в следующем году снова покатать Марину Францевну на банане. Хотя на фото не то, что банана. Даже моря не видно. Ну вот видите, ребенок ничего не понял. Значит, все нормально, коллеги. Я спросила об этом у мамы. Она грустно вздохнула и сказала, что тоже хочет быть учительницей географии. А ей просто банана не хватает. Да, конечно, стыдно женщине. Ну что ж, мы... Отдельно хочу остановиться на инстаграмме учителя химии. Я предвидела такое и поэтому сделала копию. Когда-то... Наш учитель... Наш любимый Евгений... Все! Наш любимый Евгений Михайлович рассказывал нам о вреде наркотиков. А теперь на дискотеке Ибица доказал своим примером, как гадко выглядит человек под действием различных амфетаминов и ЛСД. О, кошмар! Ужас! Разболелась голова. И я попросил у каких-то ребят таблеточку. Они мне сказали полтаблеточки. Я говорю, нет, голова сильно болеет. Знаете, голова все-таки прошла. На одной из фотографий видно, как Евгению Михайловичу стало плохо. Ну, видите, вот... И учитель ОБЖ Александр Константинович, хороший друг Евгения Михайловича, начал делать ему искусственное дыхание рот в рот. Но почему-то не так, как на уроках. А стоя и обняв его за талию. А мы прикалывались. Ну, это реально прикол такой. Ну, скажи им. Что я? Я ничего не помню. Не нашел я только страничку трудовика дяди Мити. Хоп! Ла-ла-ла-ла. Но потом зашел в одноклассники. На каждом уроке дядя Митя нам внушал, что труд сделал из обезьяны человека. Правильно. А на его фото я увидел, как за лето он вместе с алкоголем прошел обратный эволюционный путь. Мы даже боялись, что 1 сентября в школу вместо дяди Мити придет его портрет с черной ленточкой. И очень все испугались, когда увидели его лежащим на полу в спортзале. Но потом обрадовались. Его стошнило, а значит он был жив. Его стошнило, а значит он был жив. Какой красивый речевой оборот, как у Лермонтова. Ну так и... Да, прямо герой нашего времени. Но больше всего порадовал учитель ботаники Егор Григорьевич. Он несколько уроков рассказывал нам о пестиках и тычинках. Хотя я неоднократно просил его рассказать о более важной для нас подростков теме. Я теперь принципиально ему ничего не расскажу. Но взломав его закрытый ютюб-канал... Мы все изучили на наглядном примере. Ой. Я, кажется, начал понимать, что знал от чела вот это пис-эс-эмэс-эчки. Еще раз спасибо за дополнительные занятия учителю информатики. Да, пожалуйста. За одно спасибо Яне Викторовне, которая тоже иногда появляется в этих обучающих роликах. Передайте Яне Викторовне, что эти ролики намного лучше, чем все эти книги, что мы с ней читали. В них намного больше любви и романтики. Виктория Сергеевна, прекратите это публичное унижение. А хватит. Да. Лучше скажите, коллеги, что мы будем делать с этим прохвостом. Так а что? Ну, я могу на трудах несчастные случаи организовать. Можно надышаться парами синильной кислоты. Нет, а давайте его как Пушкина. Правильно, топор ему в спину. Отдай его мне, я не знаю, что я с ним сделаю. Да прекратите вы этот садизм. Я на географии просто случайно на него сяду. Вот это верняка. Отлично, отличный выход. Это еще не конец. А мы понимаем из эсэмэски, что не конец. Ввиду вышеизложенного я требую. Требую? Первое. В школьной столовой должно появиться хотя бы три блюда из инстаграма Яны Викторовны. И напитки из ленты трудовика должны быть на нашем выпускном. Второе. Я хочу двенадцать по всем вышеперечисленным предметам. Мы этого никогда не хотим. Если требования не будут выполнены, то завтра это сочинение со всеми ссылками и паролями будет на сайте Министерства образования. Секундочку. Как вы из себя чувствуете? Спасибо, хорошо. Продолжайте. Может, оно и не станет самым лучшим, но точно привлечет внимание и соберет тысячи лайков. Виктория Сергеевна, а почему в этом сочинении нет ни одного слова про вас? Да, да, да. Потому что я настоящий учитель. Я учу детей, а не выставляю различные срамы в интернете. А все свои тайны, желания и мысли я записываю обычной ручкой в обычном бумажном дневнике. Понимаете? Его невозможно ни скачать, ни взломать. Обычный дневник. Вот это дневник, Виктория Сергеевна. Отдайте мне, сынок, я второй раз не сяду. Виктория Сергеевна. На пульчик, на, пульчик, на. Где целлофан от пульта? Вот что ты за человек такой? Мам, папа, ну я же вас просила нормально одеться, но он сейчас придет знакомиться. А что такое? Что такое? У меня почти праздничная майка. А у мамы все празднично припрятано в шкафу для особой встречи. С кем это? С апостолом Петром. Папа, я тебя прошу, пожалуйста. Что? Переоденься. Ой, дочка, только из-за того, что я тебя люблю. Так, шо ж его выбрать-то? О, смотри, какая красота. Папа, это что? Это, это самая праздничная майка. На Новый год один раздебанная. Хорошо, папа, ну хотя бы штаны поменяй. А шо не так со штанами? Ты шо, это сейчас самые модные. Молодежь вся в таких ходит. Только они идиоты, по три тысячи за них платят. А я просто 20 лет не снимал. Папа. Ладно. Мамочка, пожалуйста, поговори с папой, чтобы он как-то уважительнее отнесся к моему новому парню. Хорошо, я с ним поговорю через неделю. Мама, сейчас. Хорошо, господи, боже мой, прости меня. Опа. Вуаля. Вася, Вася. Да шо, Вася? Вася, ну ты это, Вася. Да я уже 45 лет, как Вася. Вася, ну, ну, Вася. Так, все, короче. Шо, все? Все. Хорошо. Хорошо. Хорошо, все. Хорошо, все. Хорошо, все. Все хорошо. Ну вот видишь, доченька, все хорошо. Ну, и кто там у тебя опять безработный гомик? Папа, во-первых, он был фрилансер. А я шо сказал? А во-вторых, у него была нормальная ориентация. Была бы у него нормальная ориентация, он бы мне вернул 25 гривен, которые я дал, жевал. Вася, давай хоть человеком чайку попьем, а не так, как в прошлый раз. А шо в прошлый раз? Я просто сказал человеку все, что о нем думаю. Да, но сказал ты это в домофон. А я бы так хотела взглянуть на парня. Пожалуйста, проходи. Привет, мои фолловеры, мы продолжаем перископиться. И у нас трансляция на несколько стран. Это мега круто. Кстати, это моя Мася, кис. А сейчас мы будем знакомиться с родителями моей Маси. Это мама Маси, кис. А это папа Маси, кис. Папа, это был мой новый парень. Да, а я подумал, что это опять ОСББшники пришли уговаривать меня оплатить это отопление. Не смешно. С тобой все хорошо? Да, все в порядке. Я был ненадолго в оффлайне, но теперь все хорошо. И мы сейчас посмотрим апартаменты Маси. И она, хоть сюда. С кем это он базарит? Со своими фолловерами. Это типа тараканов в голове? Нет, папа, у него блоги. Ё-моё! Ты слышала, мать? Блоги у него! Чего ты его пустила? Теперь все чухмариться будем. Блин, я уже начинаю чухмариться. Яночка, ты у меня такая красивая девочка. Ну неужели ты не могла найти себе парня без блог? Так, стоп. Стоп. Давайте начнемся сначала, да? Пап, мама, знакомьтесь, это... Энди слэш зиппер. Зык-зык. Шо? Артем. Ах, Артем, очень приятно. Не очень. Ну, и чем занимается этот зиппер? Моя работа в ЖЖ. Ни хрена себе. Я думал, я в ЖЖ работаю. А ты еще дальше? Это где? В Ирпине? Вася, ну может человек стесняется своей работы? Ничего я не стесняюсь. Хотите, я прям сейчас покажу свой ЖЖ? Ой, у него там так все красиво. Ну покажи, не стесняюсь. Не надо! Сегодня ты мне ЖЖ покажешь, а завтра... Хе-хе. Не надо. О май гад! О май гад! У нас рекорд! Нас 50! 50! Меня смотрят одновременно 50 человек! А каналу всего 2 года. 49! Блэк Стар ушел! Куда? Ой, почему? А, у него же урок. Возвращайся на следующий перемене. Возвращайся! Все лайк им, Блэк Стар. Лайк им. Лайк, 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 лайк. Ляда, отсюда. Он еще кого-то видит в этой комнате? Папа, он разговаривает со своими подписчиками. Через палку. Да. Понятно. Я пошел вызывать дурку. Папа, че жило? Вась, ну ты же обещал хоть чайку с ним попьем, ну сядь. Ладно, чайку попьем. Артем, присаживайтесь. Расскажите нам немного о себе. С чего начать? Раньше я был Гот. Чем? Что кем? Чем ты был целый Гот? Папа, он был Готом. А, это те, которые самоубийца хотят? Нет, то Эмо. А он шо сказал? Гот. А это не одно и то же? Нет. Жаль, я бы сбыл твою мечту. Поймите, Эмо, Гот и хипстеры, это все субкультуры. Мне и своей культуры хватает. Вот у вас такие штаны с мотнёй, вы случайно не хипстер? Я православный. Вась, ну ты же обещал. Слыхала? Штаны модные, даже блохастый заценил. Артём, а какое у вас образование? Моушн-дизайнер. Ты шо в уши балуешься? Она тебя спрашивает, ты на кого учился? 3D-анимейшн и моушн-дизайн. Наркоман, что ли? Нет. Ну-ка, отвечай. Как ты собираешься на семью деньги зарабатывать? Шейповая анимация, растровые векторные клипы, 3D-маппинг в конце концов. Ну, чё ты к нему пристал? Ну, не хочет человек говорить, не надо. Шо значит не хочет? Ты мне конкретно рассказывай, какие у тебя планы на мою дочь. О, ваша дочь такая красивая. Это в меня. К тому же хорошо поёт. Это в меня. Поэтому я решил, буду её пиарить. Ты пердыц! Гляди-ка на него. Он решил. Да тут таких желающих, как ты, целая очередь стоит попиарить. Конечно, девка в самом соку. А тебе муж нужен. Муж. Ой, Артём. А как вы познакомились с Яночкой? Это была Крейзи Романтик Стори. Ваша дочь сидела в парке на скамье, а я стоял напротив и стримил. Ех, ех. Коромыслом. Прямо вот так в парке. Ну да. Стоял и стримил. Среди людей. Е-мое. Ё-мое. Это тебе так приспичило, или это у тебя хроническое заболевание? Нет, у меня тогда был такой порыз. Вот молодёжь. Ну, не стыд, даже не совести. Ё-мое. А что было дальше? Наши взгляды встретились. Да. Мы зафрентились. Да. И отлайкали друг друга. Что? Ты? Ты? Ты виновата, мать? У тебя дочь теперь отлайканная? Ну? И кто теперь тебя возьмёт такую? Отлайканную? Ты? Ой, Яна, Артём, вы хоть предохранялись, дети? О май гад, это не опасно. Ну, хотите, я прямо сейчас вас лайкну? Я сейчас... Я тебе сейчас между глаз как лайкну, ты у меня прямо здесь обстримишься. Секунду. У моих зрителей вопрос. Пользователь Дабл Трэшер спрашивает. Папа Масси такой брутальный, кем он работает? Слесарён. Кто? Ладно, я лучше погуглю. Э! Ты что, прямо тут гуглить собрался? Ты что, вообще охренел, что ли? А в чём дело, да? Подождите. Артём. Артём, господи. А вот это дела. Идёмте, я вас отведу туда, где у нас принято это делать. А, там лучше Wi-Fi. Там вообще хорошо. Вы знаете, я там два раза в день убираю. Бумажка очень мягенькая в шкафу. По коридору налево идите. Мне бумажка не нужна, это прошлый век. У меня есть айфон. Жалко айфон. Да плюнь ты. А, может. Яна, а ну давай звони этому безработному гомику. Зачем? Хороший парень, он мне уже нравится. А я тебе говорила. Я всё. Быстро ты справился. Я всё понял. А Слесарь – это мастер по ручной обработке металлов. Правильно? Это ты пока гуглил, понял? Ну да. Молодец. Только я слесарь-сантехник. Слыхал такое? Кто? Мне надо ещё раз погуглить. Да ё-моё. Артём, может вам какую-то таблеточку дать, а? А то вы за пять минут уже два раза гуглили. Это нормально, я могу по сто раз в час гуглить. Всё, мать. Иди доставай клеёнку, застилай здесь всё. Иначе он нам здесь всё загуглит. И твои новые занавески. Яна, это всё ваши гамбургеры. А чё, чё сидим такие весёлые? Умер кто? Если бы Яна очередного хахаля привела. Опять безработный гомик. Хуже. Блогер. А кто? Какая разница, ты не поймёшь. Ты где был вообще? А где от вас ещё спрячешься? В туалете, конечно. Подожди, а этот тогда где гуглит? Яна, я всё. Ты где гуглил? На кухне. Что ты сидишь, мать? Иди, бери тряпку, вытирай. Он наверняка там ещё и всё застримил. Так. Успокойтесь. Дедушка. Знакомься, это мой новый парень. Энди Слэш Зиппер. Зык-зык-зык. Кто? Артём. На тебе, гадина. На, гад. Чёрт, чёрт, чёрт. Давай, давай, давай. За что? Давай. Трёх моих подписчиков увёл. У меня их целых сто было. Я верну, я всех верну, верну. Вернёшь, конечно. Только ты мне это на камеру скажешь. Шык. Здрасте. С вами Дед Пердед. На канале Кто-пи-кто. Я говорил вам, что найду этого Гэнди Слэша Зиппера. Вот он, гадина. Вот. Говори. Я верну. Я всех верну. Марса, Бурдюка и Козявочников. Всех. Возвращайтесь. И лайкайте меня. Я лучший в мире блогер. Дед Пердед. Мать. Так это что у нас, Дед Блогер? А я тебе говорила. А ты в дурку звони. В дурку звони. Ё-моё. Новые штаны обстримил. Ну что ты будешь делать? Я тебя... Чего я в Новый год буду встречать? Я тебя... Я тебя... Что вы за люди? Так и рога по всему. Я тебя... Дизель-шоу... У моря, у синего моря Со мною ты рядом, со мною Саня, вставай. Подъём. Что там? Пиво принесли? Я тебе говорю, вставай. Ну что там, лежак освободился или что? Саня, мы на банане. Твою ж... Тёщу. Как я здесь оказался? Я ж спал на пляже. Я решила покататься на банане. Но у этого дурика не было сдачи 200 гривен. И я решила взять другого дурика. Тебя. Спасибо, мама. Что дальше было? Ну что было дальше? Катер сделал крутой вираж, но банан поехал дальше. Ну это понятно. Мы несколько километров тащили этот катер, а потом этот придурок оценил риски и перекусил трос. Логично. Я думаю, он наслышан о ваших похождениях в отеле. Саня, шо нам делать? Шо делать? Снимайте лифчик. Ты шо, дурак? А чё, мы сейчас с вашего лифчика такой парус заделаем. Глиссером к берегу пойдём. Вот так. Нас уже отнесло далеко, и с берега не видно. Ой, мама. Да вас видно откуда угодно. Вот хорошо. В отеле уже заметили, что нас нет. Ага. Я думаю, заметили и уже отмечают. Это чего? А вам напомнить, мама? Да. Кто застрял в трубе в аквапарке? Кто все батуты на пляже порвал? Американские горки, те впервые в обратном направлении поехали. Ой, ты мне ещё цунами в бассейне вспомни. То бог с ним. Но зачем? Объясните мне, зачем вы участвовали в конкурсе «Мокрые маечки»? Между прочим, я выиграла. Вы выиграли. А все мужики на пляже протрезрели от вашего выигрыша. Зачем вы поломали молотом все силомеры? Ой, молчи уже, доходяга. Я, между прочим, не доходяга. Силомер один раз показал, что я дрыщ. Во-во-во-во, вот так моя дочь тебя и называет. Кстати, моя доченька, она сейчас вызовет полицию и нас спасут. Да в жизни сюда полиция не приедет. Потому что всё приморское отделение прекрасно помнит, как они не могли утихомирить шальную императрицу. А потом, когда утихомирили, им это всё равно не помогло. Потому что Приус оказался гораздо меньше, чем будуар императрицы. Ну, и что нам делать? Что делать, что делать? Откуда я знаю, что делать? Вот столько раз я представлял эту ситуацию, но чтобы вот так вас в последний путь выносят на банане. Вот одно радует. Акулы нас точно не съедят. Это чего? Ну, у них же есть инстинкт самосохранения, в отличие от вас. Мама, есть идея? Значит так, смотрите. Вы сейчас слазите с банана и прямо в воду. А дальше? Дальше я ещё не придумал, но первая часть плана мне очень нравится. Всё-таки я так хочу, чтобы нас к берегу прибило. Я надеюсь, что только вас. А меня вот к Турции. Вот это было круто. А прикиньте, нас в Крым прибьёт. Я себя уже вижу, эти заголовки под вашей фотографией. В Крыму небывалый наплыв туриста. На пляжах Крыма нет свободного места. Встречала рыбачу апостола, мне я спаситель, как и холодильник. Мужик, ты откуда? Я с Сибицы. Отклянусь, спасёмся, точно наебицу схожу. Ну, раз уже такая ситуация, хочу вам, мама, признаться. Помните, на вашем крайнем дне рождения, да что там, последнем, повар ошибся и на торте написал «С днём рождения, ведьма». Так вот это не повар ошибся. А помнишь, как моя дочь была сто процентов уверена, что ты изменяешь? Конечно помню, я двое суток на улице ночевал. Так это я её накрутила. А помните, мама, вам было плохо, а скорая помощь всё не ехала и не ехала. А знаете почему? Почему? Потому что я её не вызывал. А помнишь, как я тебе пару раз по шее грела, что ты двое суток лежал без движения. Ну так напомнила, чтоб ты не расслаблялся. Помню, помню. А, зятёк у меня, да? Ни рожи, ни кожи, ни денег. Мама, а вы можете это всё в воду говорить? Зачем? Просто у вас язык как пропеллер, сейчас как моторка пойдём, вот так вот. Саня, надо плыть туда. Что именно туда? Не туда, не туда. Саня только оттуда несёт шормой и шашлыками. То есть даже в такой ситуации вы своим привычкам не изменяете. У вас прям как по расписанию. В час обед. Спокойно. Мама, спокойно. А ты хороший человек. Тихо, 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 мамуль. Спокойненько, спокойненько. Просто каждый нормальный мужик, который отдыхает с тёщей, всегда должен носить с собой ножик. Ну, мамуль, а? Всё, всё, всё нормально. Закрыл, закрыл. А, закрыл чудесно. Мама, а что вы делаете? Я мажу тебе спиночку кремом. Потому что я люблю скорочку. Мама, не надо. Я не вкусный, мам. Час я богу. Мама, зато и проверим. Здравствуйте. Здравствуйте, Яна Аркадьевна. Ну что вы мне жениха нашли? Конечно, конечно. Всё, как вы любите. А, да. Богатый. Ага. Безродственный. И самое главное, старый. Да, да. Насколько старый? Настолько, что вам надо поторопиться. А, любимый, я бегу. А, да. А, да. Скорей, скорей. Подвинь. Фу, тихо, фу. Иди домой. Я сказал, домой, тихо, так я заскакал, не бросил тебя. Ну ты напросился. Я прошу прощения, я вам не мешаю. Ой, извините. Здравствуйте. Это у вас тут брачное агентство «Быка за рога»? Да, но мы четвероногих не обслуживаем. Не-не, этот тискал ввязался просто с самого дома. Скажите, вы можете найти мне мустину? Если он пропал, вам лучше обратиться в полицию. Но, вы знаете, и там вряд ли надуют, потому что я бы убежал навсегда. Всего доброго. У вас тут написано, что вы организовали более тысячи первых свиданий. Да, совершенно верно. Ну? До вас у нас были стопроцентные показатели. А вы можете гарантировать, что мустина придет больше одного раза? В вашем случае эту гарантию не может дать сам Господь Бог. Сонышко. У вас этих музыков много? Ну, в этой вашей базе данных. Она же у вас большая? Боюсь, для вас она недостаточно большая. Так что... Ой, умейте уговорить. Давайте, оформляйте меня. То есть вы серьезно, да? Конечно. Ну, хорошо. Начнем с анкеты. Запомним. Давайте, да. Скажите, пожалуйста, есть ли у вас фото? Да, конечно. Вот. А какая-то шутка? В каждой сенсии не должна быть загадка. Да, но здесь изображено дерево. Я за деревом. А есть ли у вас фотография, где есть лица? Есть, конечно. Вот. Угу. Но здесь какие-то люди, и вас среди них нет. Исите. Нету. Исите дерево. Есть ли у вас фотография, где изображены вы? Только вы. Есть. Есть? Да. Вот, хорошо. Но она должна быть в эротической позе. А вы салон. Есть одна такая. Я тут лизу. Ну, не морозы на лизу, а на асфальте. Меня сбило с игули. Водитель подумал, что это фазан дорогу перебегает. А полицейские сфотографировали. Смотрите, как красиво, сексуально получилось. Нога в сторону. Рука вот так. Есть ли у вас фото не из полицейских сводок, где изображено только вы, ну, ваше лицо? На паспорт. Ага. Но с ней были проблемки. Вначале фотографу стало плохо, потом прислана парница, она беременная, там роды начались. Короче, вот. А-а-а. А-а-а. Давайте лучше с деревом. Все-таки загадка. Да. Скажите, есть ли у вас это фото в электронном виде? Нет, у меня вообще нет фотографий на компьютере. А, ну, понятно. Их, наверное, антивирус автоматически удаляет. Погодите. Что? Нравлюсь? Боже упаси. А-а-а, я не могу понять, какого цвета у вас глаза. Правый или левый? А, они разные. А-а-а. Понял. Так, правый болотно-грязный, левый грязно-болотный. Мамин. Отлично. Фамилия, имя, отчество, солнышко? Ефросиня Кондратевна Кадык. А вы не думали сменить... Имя обратно на Олег смысл. А родители у вас с юморком. Родители меня очень любят, особенно папка. Я когда появилась, так он на радостях спился. Вы хотели сказать, родилась. Нет, меня же этот принёс. Аист? Утесковый. Меня реально нашли. В капусте? В будяках. Возраст, милочка моя, возраст какой ваш? Вообще-то неприлично у девушки спрашивать про возраст. А я у девушки не спрашивал, я у вас уточняю. А сколько дадите? Ну так, на вскидку 47. Почти угадал. 28. Это уникальная гимнастика для лица. Посреди неё ни одной морфинки. Не-не, неправильно. Смотрите. Не делайте так, я подумал, у вас припадок. А я сегодня недавно делала маску для лица. Так я после этого целых три дня была просто красавица. А потом что? Маска отпала? Дальше идём. Место работы. Ой, дайте сам угадаю. Комната страх. Нет, я работаю в зэке. В тюрьме? В зэке. Заба зузы лица зыта умер. А, в жэке. А знаете, здесь логично. Люди смотрят на вас, и платёжки уже им кажутся не такими страшными. Ну, интересно. Так, как вы относитесь к алкоголю? Плохо. Очень плохо мне недавно было. Кстати, напишите, что не люблю, когда мужчина употребляет алкоголь. Ну, в вашем случае для мужчины это необходимость. Вера, исповедание. Православная я с ног до головы. Это как? Меня семь раз крестили. А, то есть родители не сдавались. Так, ксерокопия вашего паспорта. У вас паспорт есть? Конечно. Пожалуйста. Так, хорошо. А-а-а! Что? Фото на паспорт. Это на 16 лет. А на 25 там уже дерево. Подождите, так по правилам же нельзя. В паспортном столе разрисыли. А, ну да. Стойте, у вас стоит штамп о том, что вы замужем. Ну и что? Я себе не мужа и сё, а мужчину. Тем более с вот этим я не живу. А почему вы не разведётесь? Потому что для этого нужно его присутствие. А я видела его один раз в жизни, пять минут в ЗАГСе. Пока фату не подняла. Я понял. Ой. 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 Что, опять гимнастика? Нет, это иго-то. Ой, напугайте меня. Ой. Ой. Как же я вас-то напугаю. Ой. А, вот, в зеркальце посмотри. Спасибо, попустила. Так, идёмте дальше, миленькая моя. Есть ли у вас хобби? Да. Я храблю. Хобби – это любимое занятие человека. Я это очень люблю делать. Женщина! Что вы сказали? Продолжим? Да-да. Ёлки-палки. Так, а в караоке поёте? Нет, мне медведь на ухо наступил. А-а-а, как это всё медведь. Нет, это папа с мамой. А ещё я актриса. Да уж, да. Я снималась в рекламе. В какой? Ну как же, вы не помните? Три-два-раз-тистим-тистим-у-нитаз. Что-то я не помню вас в этой рекламе. Ну как вы? А-а-а, вы бактерия. Я утёнок. А-а-а. Вы, вы кого мне подсунули? Что случилось, милочка? Что случилось? Значит, я в ЗАГСе со своим муженьком, будущим, я ему говорю, я согласна, да, а он... Всё! Так быстро мне ищите замену, пока гости не разошлись! Боже, простите, простите! А вы не хотели бы сходить со мной на первое свидание? Всё! В качестве страстненькой подрузки! Кстати, записывайтесь, у меня отличная часть у своей юмора! Подождите, вы мне... Вы мне кого-то напоминаете? Да-да! Точно! Нужно купить средства для унитаза! Да! Алё! Отскачали! Так, продержите его 15 минут, я лечу! Видите, узнают! Работает реклама! Кстати, о рекламе! Каждому клиенту мы дарим контрацептивы с нашим логотипом, пожалуйста! Значит, вы в меня верите? Я защищаю от вас природу! Когда вы в первый раз поцеловались? 18 лет! Боже, и кто этот счастливчик? Его звали КамАЗ! Это было так романтично! Я стоял на перекрёстке, у него отказали тормоза! И он как бахнул мне бампером по губам! Видите? Сербинка! А КамАЗ в хлоп! Как вы относитесь к сексу на первом свидании? Очень хорошо! КамАЗ! Вы даже написаете, чтобы секс был в начале свидания! Потому что, когда он стоит в конце, до него никогда не доходит! Я понял, солнышко! Была ли у вас интимная близость с мужчиной? Это было так смешно! Я ехала в метро в час пик! Спасибо, этой информации мне достаточно! О боже, это же наш... Александр Константинович, здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте, миленький! Вы выполнили мою просьбу? Александр Константинович, вы... Вы... Я мало вам плачу! Да, боже, спасибо! Александр Константинович, ну просто вы захотели голубоглазую мулатку с родинкой на щеке! Ну и к... и к... 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 к счастью, мы нашли её! Так я же и не... Наши щебатая! Это твой единственный шанс! Знакомьтесь! Знакомьтесь! Разрешите я к вам прикоснусь? А-а-а... Какая нежная... Бархатистая... Упругая... Попа! А можно лицо потрогать? И вот так, идите отсюда! А-а-а, говорящая! Ничего себе! Изврастенец, он меня лапал! Хотя руки были приятные! А-а-а, я заскутяю! Вы всё испортили! Выбирайте кандидатов, пожалуйста, вот, вот они! Хорошо... Не, ну этот очкастый! Понятно! У этого зубов нету! Отвратительно, правда? Этот урод! Урод! Этот... фу, толстопузый! Понятно! У этого... Родинка! Не-не-не, давайте я вам облегчу задачу! Уйдёте! У меня есть определённые требования к моему избраннику! У вас есть требования? А ну... Он должен быть похож на Брэда Питта! От чего похож? Давайте сразу к реальному обратимся! А то это реально? Конечно! Да-да-да ладно! Да естественно! Ой, вы знаете, я ему письмо написала! Письмо? Да! Замечательно! А можно я его прочту? Оно музыкальное! Хорошо! Я сейчас вас объявлю! Ага! И вы прямо вон в ту камеру ему и споёте! И он меня услышит! И увидит! АПЛОДИСМЕНТЫ И Фросиния Кондратьевна Кадык! Письмо Бреду Питту! АПЛОДИСМЕНТЫ А тебе, как мужчине, конечно захочется еще с кем-нибудь замутить, заморочиться, зависнуть, бухнуть, покутить, погулять. Пока вот не начал, решила я написать. Я не какая-то там завалясься я, в меру красивая и работясься я. Не скажу, что на мне прямо можно пахать, но пару гектаров я могу им скопать. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я без детей и без вредных привычек, без вредных привычек, наверное, в ковытьках. Кусаю мало, и я не курю, только как выпью, а выпить люблю. Короте, признаюсь я как на духу, как зэнстина, я сейчас в самом соку, торопись, а то сок может и скиснуть, да и ягодки тоже могут обвиснуть. Я понимаю, что может быть рано, у тебя на душе еще свезы и раны, так что я предлагаю, пока не зениться, поспать где-то вместе, так скажем, присыться. А на троясину сгоняем с тобой на маршрутке, увидеть реально бесславных ублюдков. И я вовсе не против гостей непрознанных, может приводить всех своих друзей у сына. Если попросишь разу и ребенка, цвета любого, могу негритенка, слазнее с вьетнамцем и мексиканцем, с вьетнамцем придется чуть-чуть постараться. Извинять я во все тебе не собираюсь, я и так каждый секс в твоем лицо представляю. Иногда с Анзелиной, иногда было без, иногда был с тобой, ну такой себе секс. Тебя одного ни на миг я не бросу. Мой самый любимый, мой самый хороший. Мустину нельзя одного оставлять, чтоб даже не думал, куда-то сбежать. Ой. А-а-а! Монатик! Ой. Тут это, Монатик запрос в друзья подтвердил. Брэд, нам придется расстаться. Прости. Монатик недолго в друзьях продерзался. Фотки увидел и отписался. Так что, Брэд, с вами привет! Ну что ты стоишь? Собирай тимоданы, просяйся с Америкой к тертым агамы. В Парис-Парис-Ду с таблицкой «Брэд!» Ты скажешь «Хеллоу» и я ответю «А-а-а-а-а-а-а-а-а». Привет! Ты не смотри, что я вот такая, кривая, с дефектом, немного косая. Ты меня поцелуешь? И все это пройдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Все женщины очень красивые. Просто каждой нужен особый подход. Ну, со мной, конечно, не сразу получится. А со мной придется, мне 10 помучится. Может быть, 20, может быть, 30. Главное, чтобы за это время ты, бедняга, не спился. АПЛОДИСМЕНТЫ Это шоу для тех, у кого есть телевизор. Дизель-шоу. На наши концерты не требуют визы. Дизель-шоу. Мы шутим о добром, вечном и милом. А все остальное смотри вне эфира.